всем привет ребят ну что у нас сегодня будет тест наверное повторный тест но уже на максималке бугимена с максимальными показателями то есть это максимальная сборочка 1414 я его качнул 1010 пакт 1010 грубая сила 77 супер чары то есть такая вот сборка просто должна выносить в одну калитку всех все и вся где сейчас он в принципе актуален это против мэри довольно неплохо такая сборка заходит ну и против других героев тоже единственное молодо ремка чтобы сразу включиться поехали давайте попробуем на экспедиции моя пропустил случайно попробуем на экспедиции потом пойдем на подзем очки и на полу по локации тоже посмотрим что он может дамага у него честно говоря так или нища единственное у нас не ремочный вариант то есть ему надо еще в данном случае включиться но за счет супер силы как видите стрелок даже своими орнитоптерами это не есть проблема областинка тут попрохожу там где побольше героев будут получше героя вариант конечно то что ремочные он сразу включается автопрока это грубая но в данном случае если у нас супер сила идет связки то в принципе ремка как видите быстро заряжается на третью тычку уже у нас по сути заряжен возможно и не нужно опять же все зависит от того что он противника будет стоять сейчас попробуем еще вот здесь у нас уже огнике начинаются но как видите фрес двух тычек его уже зарядила посмотрим как он будет шатать будет или у них шатать вообще таким уж это один раз с наверное его считают еще и второй раз у фрей он к сожалению не сольет потому что у него ограничения перезайду дамага у него конечно дофигище там мари и прочие у кого нет ограничения отлетают ну например зефира он не сольет огнека он может слить если попадет в кулдаун про его тоже не сольет тут если вариант брать вот видите просто стычки лукник улетел но это из-за того что он вышел с формы давайте я сейчас быстренько пройду подальше может там что-то веселее интереснее будет ну что в рейдах мы на такого героя миноры ли с нас наши видите что творит просто зверь самая самая топовая имба что противника у нас нет но не добивает немножко не хватает цель ну вот так залпа у них жизни не особо много посмотрим чек противника новой ник у нас не 30 и огнек его в принципе должен считать единственное же говорю вариант это то что упадет он куда он и катал в них будет не форме он включится но зачастую как правило на по локациях такого не бывает это здесь еще на экспедиции там куда не шло против мари конечно ремочный вариант за счет автопрока мари не успевают включаться вот шатает но суперсила принципе как вариант две тычки он уже заряжен смотр может ударить там еще кто-то ударит ему сразу же ударит своей ультой дома у него конечно дофига дофига сейчас мы пойдем на на идем идем на экспедицию посмотрим на экспедицию на кошмар к 4 и сейчас попробуем здесь словить здесь у нас вот этого места поняла что то у нас семьдесят восемь лямов ребят семьдесят восемь это просто жесть то есть 80 лямов это просто пипец что не могу понять почему это у меня с героя убрать смотра надо но это уже показатель так красного на серого надо поменять сделаем но 80 лямов это это уже что-то этот при том что мы это уже наконец-то увидели домах он пробивает с такой силой 42 42 лям почему они так не бьют например в этом пвп локация вопрос да давайте уберем я уберу супер питомца вообще бы чисто вот чисто его характеристики какой именно его дома из усиления это 1414 это тоже хоть какая-то на при бабочка есть дана там не особо большая 67 2 мы уже явно урона здесь не увидим мне кажется он больше нужен пробивать еще одна странная вещь это рандомный домах 28 как так чем объясняется вот этот 10 лям я не могу понять 29 посмотрите какой разброс следующий удар можно его не видим почему именно такой разброс урона ведь вроде все все стандартно все стабильно стоит у нас нету там каких-то показателей которые плавают 46 но как видите 25 два залпа и все 3 залп уже но странно только что было 10 20 очень странный урон 32 крит в общем понятно что ни хрена не понятно либо варианта что наносится всем целям урон распределяется между ними а потом ему 17 21 9 вот что за фигня что за урон 9 лямов но это какой-то прикол что ли че-то реально непонятное скорее всего общий урон как он туда когда он один остался 10 лямов сейчас 67 лямов 67 лямов урон вот как объяснить домах 10 если у него все по идее стабильно у него нету от и до у него стабильный его дома 30 25 вот такой разброс и вот я не могу понять до сих пор формулы подсчета урона если у нас везде стоят стабильные показатели то есть 240 процентов от атаки 1400 5 целей ладно если там цели меньше больше стал но почему у нас такой дикий разброс по урону вообще не могу понять здесь тоже все стабильно каким образом такая проблема возникает надо уже наверно спросить почему такой разброс у героев у которых принципе стандартный урон должен быть всегда ладно если там 5 цели но в итоге у нас осталось если взять с мы опять сделаем нападение давайте вот вот так вот просто постараемся выловить момент 46 лямов были там у нас цели ну то есть он бьет поговоря 5 целей да у нас вот смотрите на этот урон и были цели и он снес там его полностью ло то есть урон был свыше 80 лямов почему такой разброс вот 50 ударил раз у нас осталось как раз 5 целей 5 всех ушатал 57 ударил вместе с другими как раз опять 5 целей сейчас я попробую через место сразу напасть вот урон с руки 7 4 3 нельзя вот 3 800 непонятно почему такой дикий разброс по дамагу получается даже с руки у героя 2 миллиона как-то непонятно то ли там какая-то защита на него действует по-разному то ли и хрен его знает на формула подсчета урона вообще непонятно если такое такая разница в дамаге вот смотрите сейчас вообще ударил 8 сейчас остался один герой 11 как как это понять сейчас 60 ударил каким образом этот дамаг на скеле отображается вообще непонятно у него стандартные показатели то есть ничего не меняется у нас разброс по урона вообще непонятно 20 миллионов ударил раз просто уши там в общем понятно что нихрена непонятная джи как обычно что-то будет крутит ну домах блин у героя конечно крутой у нас максималка получается во всем 14 14 себе его на заставочку заберу вот так 14 14 10 10 10 10 10 7 7 дамага до хрена даже если взять это без питомца мы только что бегали да у него 50 тысяч атаки с хрена с десятка атаки ребят это дофигища и все равно такой дикий разброс получается чем это связано я не знаю сейчас попробуем другой вариант попробуем убрать грубую силу этих понятного будет сливать мне интересно больше на место посмотреть на урон помеса вообще посмотрите какая разница 18 19 19 но эмблема дает конкретно конечно 10 сколько уже дамага мы на нашатали ему все равно так и сливается легко что вообще печально лям лям 200 урон с руки посмотрите насколько разница по 400 то 1 и 3 то 700 то есть получается у у нас урон проходит но скорее всего сила атаки если там проценты стал эту атака от какой-то минималки до 10 841 это типа максималка у там бонусы то само собой из получается домах у героев то что показано что вот у него самый высший домах это не означает что у него такой же дамаг будет всегда пусть это наверное скорее всего максимальный лаван под нуля ну нет нуля там от какого-то количества до максималки вот вам вальс который срабатывает только когда по герою ну то есть по сути сейчас вальс вообще дамага не дает только единственная стату дает для атаки но двести сорок процентов урона тоже видите нету печально это реально печально потому что и джи джи как всегда не не могут нормально все раскрыть чтобы люди просто понимали и реально статы кровь так ладно с этим понятно уже думаю все поехали попробуем на по по локациях и посмотрим чем сможет на за башки такс 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 но в рейдах я думаю смысла нету бессмысленно единственный вариант это арена там принципе более-менее будет хорош опять же до поры до времени учитывайте что даже если у героя мега круто много наворотов у него понижение уходящего да то есть он реально крутой герой он все равно как правило сливается плюс отражалка у него защита он сливается довольно таки легко смотр плюс фрей и вашего героя уже нет ну а так реально на полу по локациях он один из топовых на сегодня дамагеров автопрокеров если смысл ставить ремку вот это вот другой вопрос потому что супер сила дает как видите набирать очень быстро на регион сейчас попробуем может кому-то встретим как обычно подвесоны что-то последнее время это неудивительно нали просто сработал ожог как видите ребята кенди тащат ну вот видите фрая вроде казалось бы не топовая она все равно не будет пробивать и сливать без прорыва 191 уровень шатает максимального булбича без проблем без смс регистрации 50 герой хорош но он херош на один раз против некоторых героев он вообще бесполезно чтобы там не делали как бы вы не прыгали выше на нем не прыгните скажем так то есть он чисто такой на 1 слить вот как вот здесь пять героев слил и пошел дальше то есть это чисто такое на допустим на древних можно использовать неплохо заходит на в том же самом лабиринте в запределе неплохо заходит ну то есть на таких локациях где надо слить моментально героям но по большому счету он сливается очень легко а кому интересно есть еще лобник единственный вариант на ролик full уклон сделать максимальные давные варианты чтобы он просто немножко хоть дамажен в большинстве случаев как про я зефир там и прочее не но он не пробивает их то есть у них есть ограничения ничего здесь не делать но остальных он конечно вы шатать может если брать же локации такие как забаву здесь вот он реально будет показывать себя во всей красоте я пример там где хранитель до отражалки атланты это все сейчас очень многие его зашки использовать ему это все пофиг сильно для таких вот локаций 5 целей то есть это его стихия качать для ему 14 скилл ну я не знаю 13 хватает с головой 14 это уже так я не помню там 50 или 100 сейчас мы посмотрим прирост идет это честно говоря ваще ни о чем устратить кучу ресурсов для этого бессмысленно как как по мне понятно если у вас уже все на максималке то можете ему качнуть это же у себя качнул потому что там других вариантов скажем так по героям интересным я пока не вижу там кому читать качать 14 просто есть герои которым можно качнуть и возможно хоть где-то она когда-то пригодится но опять же что 13 что 14 единственное там выражает то что мне понравилось плюс одна цель ну а так он будет и на двенадцатом на тринадцатом скилле при такой прокачки шатать без проблем и этого будет вам хватать потому что прокачать 14 надо так ли на прокачки иметь в алтаре топовых допустим фоба езда который имеет там 50 процентов отражалки ему по сути пофиг опять же он может у вас тоже не попадать то есть уклонение будут вот пожалуйста фрея первый прорыв она его просто разбирает 30 он всех остальных ушатала вот фрею обычную но считать вторую эволюцию не может то есть такие выдела я попробую его еще сделать на максимальный дав хочу попробовать соской с огненку поставить чтобы максималка было посмотреть что он сможет делать так как у него есть иммунитет к стану тоже довольно таки неплохо ну интересно будет на это глянуть как же все таки мы будет на пвп локациях их будет ли хватать ему дома потому что дамаговым он один из таких героев у которых скилл реально чисто против героев то есть это чисто пвп герой и интересно будет посмотреть он не будет сливаться не на отражалках не получать много дамага то есть принципе будет танком офигенным за счет своего скилла но опять же вот видите в минус 5 сразу же не даже нифига не успели сделать это его стихия вопрос другом будет ли хватать дома вот это уже другой вариант я надеюсь что будет надо будет как-то подняться здесь в топ и попробовать по и повоевать стопами посмотреть что там сейчас вообще делается то я уже давным-давно на за башку не ходил такс 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 это наша первая вторая с вальсом на вальсе вам уже говорил о вальс на нем реально бессмысленный принципе все как видите посмотрели что домах реально рандомные так что если вы даже прокачаете у него на максималку не факт что он у вас всегда будет бить максимальный скажем так наносить максимальный урон потому что просто какой-то трэш происходит последнее время и ничего тут не поделаешь все пишите комменты ставьте лайки всем удачи всем пока